Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 242. Что такое осуждение? Если я скажу, что он курит, пьет, ругается, блудит, или он жадный, злой, завистливый и так далее, то будет ли это осуждение? «Многие думают, что это не осуждение. Я думаю, что осуждение. Но удержаться от этих слов не могу. Наша жизнь вынуждает нас грешить ежедневно. Как удержаться от этого?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подробный анализ этой записки медленно, но подведет нас к верному поступку, ответу. Скажу, кому скажу и для чего. Можно ли без этого говорения обойтись? Про себя или нерасположенному человеку? Надо помнить, что Иов 36.17. Суждения и осуждения близки. Лучше не говорить, промолчать. Повествование любое можно развернуть в рассказ и в осуждение. Евангелисты все говорят, что Иуда был предатель, а Иоанн Креститель называет фарисеев порождениями змеи. Матфея 3.7. Увидев же, Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им «По рождение Ехиднина, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Может быть, потому он их так назвал, что они судили друг друга, осуждали, показывая, как плох сосед и как праведен я сам?» Иов 20.16. «Змеиный яд он сосет, умертвит его язык Ехидны. Цель, мысль, конечный замысел – вот что главное в разговоре о грехах другого. Апостол Павел знал слова о неосуждении, не хуже пустынников, так много написавших об этом грехе. Он пользовался таким словарем, что его сегодня можно было бы привлекать за оскорбление чести и достоинства, и он бы из судов не вылазил. Разговаривая с одним из приближенных к правителю чинов, с волхвом Елимой, он при всех не оскорбил ли его, сказав, поскликнув, Деяние 13.10. «О, исполнены всякого коварства и всякого злодейства! Сын дьявола – враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Ибо 1 Иоанна 3.8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Эти слова похлеще, чем сказать, что человек пьяница и из вытрезвителя не выходит. Не промывать косточки с кем-то о пьянице, а попытаться вразумить этого несчастного. Иезекииль 3.18. «Когда я скажу беззаконнику, смерти умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». В жизни пустынников описывается, как они, чтобы не осудить, не сказать худого о человеке, прибегают к прямой лжи, к долгосрочному обману. Читая такие повести, видишь, что эти чудотворцы совершенно не знали содержание Библии и не верили, что Бог и их будет судить по этой книге. Но Библия это категорически осуждает, потому что 1 Иоанна 5.17 «Всякая неправда есть грех» Иоанна 8.44 «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Притчи 19.5 «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Откровение 21.27 «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». С ложью однозначно покончено, так как Христос есть истина. Иоанн 14.6 «Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Согласно указанных мест Библии, мы обязаны человеку сказать, указать на его заблуждение, на беззаконие, но не выносить приговор, осуждение. Суд Божий подведет итог истины. Наши же слова могут быть ошибочны. Мы видим грех, но не видим покаяние. Мы часто бьем по пустому месту, по вчерашнему. А человек, быть может, уже и не тот, он уже изменил отношение к беззаконию, хотя, быть может, внешне еще и в стане врагов истины находятся. Мы же говорим часто именно в виде осуждения человека, так что лучше не говорить ничего поза глаза. Кавычки открыты. «Осуждающий подобен заразной мухе», — говорит Иоанн Златоуст. «Он сразу поражает троих, себя, того, кого осуждает, и того, кто слушает его молву. Осуждающего берегись, страшись, и убегай от него. Он враг истины, истина у Бога, и она еще не открыта». Кавычки закрыты. Часто случается так, в чем другого судил, впадешь в это сам, да еще и в худшем варианте. «Берегись осуждения». Повествование без гнева — не осуждение. Опасно то, что вы заранее знаете, что осуждаете, и продолжаете грешить, осуждая того же матершинника. На это писание возвещает следующее Иакова 4.17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Римлянам 14.23. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере — грех». «Осуждать, говорить, что таковому-то и прощений нет, что он окончательно погиб, уже приговор ему вынесен, это принадлежит Богу, но не нам». Второзаконие, 17.6. Шестой стих. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». «Притом, если говоришь о другом и знаешь, что этого нельзя, значит, сердце уже судит тебя». 1 Иоанна 3.20. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Римлянам 2, 1 и 3 стихи. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?»